Всем привет, это видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. И у нас в этом выпуске наша гость это Марина Каравай, руководитель проекта Сценарный. Мы с Мариной познакомились в осенью прошлого года, 2019 года. После этого я провел семинарную в ее проекте для сценаристов. И мы тогда не обо всем поговорили. Марина, здравствуйте. Здравствуйте всем. Здравствуйте, Николай. Поэтому я хотел, чтобы вы более подробнее рассказали про свой проект. Потому что для меня это необычно, в Вене нового времени. Я слишком стар для всего этого. Как это работает? Сценарный проект, в котором проходит лекция для сценаристов или людей из индустрии. Я бы сказала, что мы говорим о разных аспектах кинопроизводства. Потому что в этом смысле суть проекта чуть-чуть шире, чем его название. Но так уж исторически сложилось, и название уже как-то не очень правильно, на мой взгляд, менять. Но за тот период, пока проект существует, мы поговорили с продюсерами, с руководителями производства разных телеканалов, скажем. Мы поговорили с режиссерами, на мой взгляд, такими очень крупными ведущими. Например, у нас был совершенно фантастический, на мой взгляд, один из самых... Вы знаете, я прям употреблю это слово вообще примерных мастер-классов. Это то, каким мастер-класс должен быть. Сценарный — это организация мастер-классов, да? Это организация... До какого-то времени это был формат офлайн-встреч. Сейчас мы как-то в новых условиях и режим онлайн коммуникации тоже осваиваем, потому что других вариантов нет. Но у нас есть... Мы организовываем события, скажем, одноразового разговора, да? Это мастер-класс, лекция, что-то вот в этом роде. Мы, как правило, приблизительно там на 80-100 участников такое событие собирают. И это какой-то один разговор на какую-то одну тему с одним человеком. Вот, скажем, тот мастер-класс, о котором я уже говорила, это был Артём Литвиненко. Я просто очень рекомендую. У нас на YouTube-канале есть цитаты из этого мастер-класса. Дело даже не в том, насколько этот мастер-класс был замечательно выстроен, логичен и очень наполнен смыслом и информацией. А это просто вот удовольствие от общения с человеком. Поэтому вот можно пройти полюбопытствовать. К чему я веду? К тому, что люди из кинопроизводства, наши спикеры. Была замечательная Таня Салахиева-Талал, которая читает курс «Психология в кино». Она фантастическая. Это совсем другой аспект. И сценаристы, конечно, да, как ядро. Кроме вот таких мастер-классов, которые проходят раз, мы организовываем курсы учебные для тех людей, в которых очень верим. То есть все спикеры, которые и все мастера курсов, которые, для которых, да, вместе с которыми мы организовываем учебные курсы, это люди в профессионализме которых, я уверена, потому что вот этот момент такой, он принципиальный. То есть я не коммерсант в том смысле, что я не умею организовывать курс просто для того, чтобы у тебя случилось какое-то коммерчески значимое событие. Я могу организовать курс только в том случае, если я очень верю в преподавателя. Вот тогда у меня есть эти силы, энергия приглашать людей и как-то толкать эту идею. Вот тогда получается. Ну вот смотрите, если брать, опять-таки, по сценаристике, по сценарному делу, у каждого героя у нас есть какая-то предыстория. Вот вы, ну, вы работали до этого в телеке и потом решили заняться этим проектом. Можно более подробно? Вы знаете, я даже не могу сказать, что я в какой-то момент решила этим заняться. Я работала большую часть вообще как бы своей биографии, я посвятилась совершенно другому делу. Я работала в новостях, я занималась новостями телевизионами. Из-за, ну, в общем, таких больших глобальных изменений, которые происходят вообще в мире информации, мне показалось, что, наверное, с этим стоит завязывать. И вне телевизионная моя жизнь начиналась с того, что я организовала курсы журналистики и телеведущих. И, собственно, этот проект до сих пор жив и благополучно здравствует, но по ходу его, ну, как бы его самостоятельной отдельной жизни возникали знакомства с разными людьми, возникали разные такие там возможные ответвления. И ключевым моментом стало мое знакомство с Андреем Бабиком, который к тому времени они вместе с Артемом Литвиненко уже написали несколько сезонов «Никача». И Андрей был к этому готов со своей стороны, я была готова со своей стороны организовать для него курс, потому что к тому моменту я уже смотрела в сторону, даже не то чтобы смотрела, у меня был опыт и очень успешный, организация еще курсов писательских и прочих. И тут я хочу как бы обозначить, что это в моей картине мира, это совершенно не означает распыление, нет. Это означает работу со словом. То есть все люди, которые могут свою идею выносить, создать, описать и предложить ее миру, то есть это все один процесс, у него просто несколько граней. Это может быть сценарий, это может быть художественный текст. И если эта идея настоящая живая, если этот текст настоящий живой, то он прозвучит в виде прозы, в виде стихов, в виде сценария, в виде пьесы, чего угодно. То есть это так или иначе эти процессы имеют в своем ядре, в своем фундаменте корень практически один. Вот я как бы так на это смотрю. И вообще то, как работает слово, то, как человек с ним справляется, то, как он этим словом создает миры, вот это тема, которая моя. Вот. И с курса Андрея Бабика этот курс подтвердил, что у этой идеи есть аудитория достаточно приличная, что люди ищут вменяемые, толковые, структурированные курсы сценарного мастерства, и не всегда их находят, потому что количество школ совершенно не означает, совершенно не конвертируется в качество по адекватному курсу, я бы так сказала. Этот курс имел большой успех, после чего как-то мы решили попробовать, может быть, еще такой мастер-класс, такой мастер-класс. И, в общем, этот проект сценарный родился, как, знаете, как рождаются желанные дети, вот в тот момент, когда они сами считают нужным. Вот это такая точка отсчета, точка начала, она была вот такой. Но каждый раз это разная аудитория получается, то есть, например, или же они пересекаются? Они перетекают. Перетекают, да? То есть люди, которые, например, хотели учиться, там, ну, не знаю, там, какая самая популярная, на телеведущих, наверное, они пересеклись, например, с теми... А, вы имеете в виду вот новостная и сценарная? Нет, не новостная, а вот вы же говорите, да, курсы, да, вот курсы по тележурналистике, они перетекают. Вот эти аудитории не пересеклись, это скорее я, это скорее я как-то смогла разветвиться, что ли, да, вот, то есть в моей картине мира эти два занятия не противоречат друг другу, но у них, но у них как бы своя, что ли, своя жанровость и своя тональность, хотя, так, как-то для человека, который много-много-много лет проработал редактором, для меня в этом очень много общего, и в одном крыле, и в другом крыле. Это то, в чем вы так или иначе все равно разбираетесь, да? Я в этом, да, я могу так, вот мало о каких вещах я могу сказать уверенно, а вот здесь я могу сказать в твердое да. Ну, то есть, смотрите, я уже такой немножко про бизнес, да, то есть получается, что если, например, вы хороший организатор, сейчас, минутку, нормально видно меня? Да, я вас вижу, вы меня не понимаете. Да, я что-то съехала. Если вот вы хороший организатор, скажем так, ивентов, я так пока общими словами, с участием, приглашением экспертов, которые делятся каким-либо опытом, либо рассказывают, ну, то есть на своем опыте, да, то есть какие-либо, скажем так, знания, которые приходят люди и, как бы, получают эти знания. То есть, ну, если завтра вы будете, ну, организовывать, условно говоря, для каких-нибудь, не знаю, людей, которые первый раз хотят сесть на байк, или, не знаю, там, стать байкером, ну, в смысле, это вы, ну, насколько вам нужна ваша экспертиза именно в той теме, которую вы делаете? Или же это уже... Этот вопрос приходил мне в голову тоже. Да, ну, то есть, в зависимости от бизнеса, да? Кто я, да, кто я, организатор или редактор? Ответ у меня есть. Я редактор. Я... Вещи, которые далеки от меня, которым я, скажем, равнодушна к самому процессу, превращаются для меня в тягостное нечто, что я, может быть, умирая, осилю, но удовольствие от этого я точно не получу. А здесь же история в том, что тебе... К тебе приходят люди на события, и они... Ты с ними общаешься, и ты видишь их запрос на что-то следующее и другое, и ты с ними практически со всеми знаком. То есть, вот, скажем, есть в городе Киев, там, ну, там, 150-200 человек, которые ходят на такого рода события, потому что для них эта информация всегда нужна, они работают над своим профессиональным ростом, да? И через 10 событий ты их всех знаешь в лицо. И для тебя важно предлагать им следующее что-то очень качественное. Вот если у тебя нет этого чутья, если у тебя, если ты не погружён, вот, скажем, в процесс именно кинопроизводства, именно сценарного дела, да, ты тогда не сможешь с ними говорить о том, что им нужно, да, а это ровно... А это твоя работа. Вот, поэтому я, вряд ли я буду заниматься. Я не исключаю, жизнь нынче, как бы, удивляет на каждом шагу, но пока что такие мысли организовать что-нибудь, я не знаю, полёт на Луну, мне пока в голову не приходит. Но мне просто интересно, как это происходит? Вы знаете поведение вашего, ну, как это правильно назвать, чтобы это клиент, это слушатель? Нет, это слушатели, да, это слушатели и студенты, если мы говорим про курс, который организован там для... Ну, вот, если бы это... Да, слушатели или студенты, как он... Мне просто это интересно, потому что я, в принципе, если бы, конечно, жил бы в Киеве, я был бы на всех курсах, я, примерно, ну, у меня было видео на моём канале, про кого я считаю из бывших ковенщиков, кого самым успешным, ну, я бы рассказывал про Артёма Литвиненко. Я сам с ним лично не то чтобы знаком, я был на некоторых мероприятиях в Киеве с ним последние, был даже онлайн день рождения во время карантина, вот, но я... Я потом, когда он узнал, с какой он командой, в общем-то, я раньше был фанатом этой команды, ну, правда, его я не помню, вот, но... Но это самый успешный человек, ну, то есть, если играть индивидуально, не коллективно, на всём постсоветском пространстве в этой индустрии, как индивидуальная единица, он самый успешный человек, потому что он один, ну, он вместе с Андреем, они пишут, но режиссирует, то есть, условно говоря, такой шоураннер в одном лице, не команда, потому что в вашей стране, это, понятно, есть более успешные коллективы, да, и в России, там, вот, но как индивидуально, это один из, так, самый выдающийся индивидуальный человек в этой отрасли, который из ТВН перешёл, вот, и стал, ну, достиг вот того, что сейчас у него есть, вот, но я, в принципе, ходил бы на всех, я помню, я видел, как на последнем медиа-вике был ажиотаж, когда на Александра Днянский, ну, было последнее, по-моему, его выступление, и я понял, что, ну, я недооценил, я тоже хотел его послушать, я тоже, ну, соответственно, в Ютубе его смотрю, но я недооценил, как бы, его популярность, потому что, ну, как бы, я не попал в зал, потому что там уже всё было занято с обеда в этом зале, и я его смотрел в соседнем зале, где-то, который тоже был забит, вот, и, конечно, ну, с наличием таких спикеров и возможностей, когда такие люди о чём-то разговаривают, в том числе вживую, и возможность задать ему, в том числе, вопросы какие-то, конечно, я понимаю ценность этого, но, представить поведение, я всё-таки буду говорить пока клиента, да, ну, в смысле, потому что я такой человек, всё-таки больше к бизнесу, поведение клиента, который, ну, условно говоря, хотя бы раз в месяц, раз в месяц посещает подобные, ну, мероприятия, это, ну, как, примерно, он видит это событие, покупает билет, почему он идёт, например, ну, я так понимаю, часто это происходит, ну, там, какой-то выходной день, да, ну, там, почему выбирает именно это, вместо того, что я не знаю, что. Признаться, признаться, я внутри себя отвечаю на этот вопрос только, только одним образом, я уверена, вот, может быть, для внешнего уха это звучит как-то так, таким образом, как будто бы во мне эго говорит, хотя на самом деле нет. Я просто уверена, что те люди, которых я приглашаю, они просто этого очень стоят. Ну, то есть у меня в этом нет никакого сомнения. Я, когда я приглашаю вас, я, я вот совершенно внятно пишу, говорю, повторяю, что для украинских сценаристов это вот возможность, площадка из первых уст узнать, какой запрос на соседнем рынке. Вы работаете в этой отрасли, вы понимаете, что вы можете писать сюда, 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 вам стоит узнать, какие возможности есть на соседнем рынке. Насколько я понимаю, ну, как бы, таким, Киев Медиа Вик, крупное мероприятие, которое проходит как бы совершенно иначе, но кроме меня, вот из таких солирующих организаторов, да, этими занимается больше никто. Никто, кроме меня, не привозил там Молчанова в Киев. Если бы не случилось то, что случилось, у нас были бы еще встречи, но я надеюсь, что они будут просто, просто уже в другие даты, в других немножко обстоятельствах. Но меня в этом процессе ведет как бы вера в талант людей, во-первых, да, спикеров, которым, ну вот, для меня понятно, что это носитель знаний по-настоящему ценных. То есть, это не история, где я просто хочу продать билеты и заработать, и уехать в отпуск. Нет. Я понимаю, что то, что знает он, то, как он это видит, в этом есть, ну, что-то оригинальное, ценное, самостоятельное, и разговор с ним интересен, да. Вот для меня это объективная какая-то вещь, она меня лично включает, и, видимо, вот эта моя личная заинтересованность, она как-то так транслируется, что люди на это приходят без, ну, как бы, без больших усилий, я бы сказала, с моей стороны. Они просто убедились в том, что те мероприятия, которые, которые организовывают сценарные, что они имеют профессиональную ценность. Это действительно так. Это действительно так. Мы поговорили за это время с, там, руководителями сценарного производства практически всех крупных каналов. Да, ну, ты не можешь просто так, вот, там, дома тропая что-то, поговорить с этим человеком и узнать, хорошо, а вам это заходит или не заходит. И только благодаря тому, что этот диалог организован, вот появилась эта вещь, эта опция. Поэтому, что приводит, их приводит, мне кажется, что у людей, мне кажется, я убеждена в этом, у людей всегда есть запрос на качественную информацию, на качественный контент. Я пытаюсь по мере своих сил и разумения максимально этот качественный контент предлагать и в этом мое личное даже удовольствие, не только профессиональное. Ну, это интересно, потому что, ну, вот я, если брать наш случай, да, я вот почувствовал в какой-то степени, ну, во-первых, для меня это было в первый раз, когда вы меня пригласили, я вообще это всем рассказываю как цепочку событий, потому что нужно, знаете, я такой сейчас стал пропагандист личных блогов, видеоблогов, нишевых, вот, и для меня это была какая-то цепочка событий там из одного разряда, то есть, вот я делал видеоблог, потом я был несколько раз на Киев-Медиа-Вике, потом именно в этом году после видеоблога меня позвали в качестве спикера, после этого меня позвали, вот вы позвали меня с мастер-классом, а мне в тот момент, честно говоря, это было так в елочку, потому что я как раз думал о том, как бы сделать так, чтобы вообще с этими людьми как-то увидеться, честно говоря, вот, и после этого сценаристы вот с нашего семинара мне выслали, ну, они все высылали заявки, но вот Роман и Настя Буданова, они выслали мне заявку вот этого, тогда он не был скринлайф, в общем, заявку сериала детектив на карантине, потом он превратился в веб-сериал, мы его сняли вместе ну, там, опять-таки с группой с Киевской, и это такая, знаете, цепочка событий, и у меня... Подождите, я не знала об этом, это... Нет? Настя, Настя и Роман, Анастасия и Роман Будановы, сценаристы на сценарий мистики, они пришли на наш семинар с вами, который вы организовали, вот, после этого они выслали мне в марте, по-моему, заявку, в которой, которую я прочитал и сказал, ну, ребят, вот это, мне кажется, надо делать, они говорят, ну, вот, мы хотим с телеком делать, я говорю, ну, мне кажется, не надо никакого телека, надо делать самим, в общем, и я сказал, ну, по сути, ну, там, у нас были по сценарии какие-то вопросы, там, я говорю, может быть, вот так сделаем, потом они подключили Андрея Куприенко, там, Виктор Сухобрус, они уже снимали. я знаю, Виктор тоже, он прекрасный режиссер. потрясающий режиссер, вот, и, в общем, они там собрались, собрались мы здесь в Казахстане, главный герой из Казахстана, и мы все во время карантина снимали этот, вот этот, который, сериал, который стал вебом, по сути, он произошел тогда в результате, ну, я понимаю, вам эти вещи важны, поэтому я вам рассказываю, это все произошло, потому что вы состыковали нас. Слушайте, ну, у меня просто какие-то прямо именины сердца, потому что о том, что вы снимаете сериал, я видела, конечно, по вашим публикациям, но я не знала, что это, ну, Рома и Настя, я помню, среди, среди, как бы, аудитории, но что, что эта связка существует, ну, я сейчас прямо, прямо почувствовала, что все не напрасно. Да, ну, это круто, я говорю, это такая цепочка событий, и это, знаете, как вот во всю, во всю, весь этот поток, как будто что-то хочется дальше привносить, потому что, потому что, опять-таки, для тех людей, которые мы собирали на вашем семинаре, я думаю, мы будем, ну, не просто его провели, сейчас будет, подойдет время подачи заявок, мы для них тоже подготовим специальную информацию, для того, чтобы, ну, у них была возможность, как бы, более подготовленная, ну, готовиться к нашему рынку, я не говорю, что у нас очень специфический рынок, но, в принципе, я все это, я все рассказал на нашем семинаре, но все равно нужно немножко, чуть-чуть поднастроиться на нас, да, чтобы было, чтобы это было более эффективно. Так вот, я говорю, вот эта цепочка событий, она, в принципе, говорит только о том, что если мне так кажется, что если ты куда-то двигаешься в правильном направлении, то, в общем-то, ну, как-то это все само приходит. Да. Я сам просто не единожды ученик, студент у Александра Молчанова, проходил его сценарное мастерской, обучение, вот, и на одном из курсов он эти вещи, в принципе, рассказывает, он говорит о том, что там у него есть спецскурс, что называется, в мастерской мастеров, он рассказывает о том, что ты делаешь какие-то действия, ну, что-то вроде «Будь открытым к миру», что-то, это я так, интерпретация, и все это потихоньку само по себе приходит, вот, ну, вообще вот это интересно. Я должна вам сказать, вот между нами, что мне кажется, что главное качество Молчанова, это вовсе не обучение сценарному мастерству. Мне кажется, что главное качество Молчанова, какая-то такая настройка чуть-чуть других вещей, это не про то, что пишет твоя рука, это про то, чтобы ты чуть-чуть лучше понял, чем ты в принципе занимаешься, и просто для этих вещей нет названий, да, вот, есть название сценарное мастерство, и все люди понимают, что мы имеем в виду, а вот для этих вещей нет названий, но они, 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 они важны, с ними нужно встретиться, и к ним нужно отнестись серьезно. Вот, это тоже такая штука, к которой я, ну, как мне кажется, достаточно трезво и достаточно ответственно подхожу, особенно учитывая тот факт, что я опираюсь на опыт своей работы в новостях. Я знаю, что значит, какое значение иногда приобретает одно слово, да, как оно в контексте может сработать так или иначе. Мы проходили, ну, в общем, мы все сейчас живем в очень сложном информационном пространстве, я думаю, что всем взрослым людям абсолютно понятно, о чем идет речь, что новости могут быть любыми в зависимости от мастерства того человека, который внесет последние правды. Так вот, если мы говорим обо всех преподавателях и о спикерах, как… сейчас уберем фамилии, да, и просто поймем, что эти люди вот встречаются с аудиторией, и что-то им начинают говорить, то вот к этому я так чувствую, я так это вижу, я как бы так к этому отношусь, что это очень серьезный момент, момент выбора, момент отсева, потому что так или иначе ты отвечаешь за то, кого ты предложила аудиторией. Так вот, мне кажется, что вот этот процесс движется, и он приносит вот эти результаты, в том числе с неожиданными такими съемками, о которых я даже не знала, но мне кажется, что это получается потому, что есть честность в этом, во всем процессе, да, что ты не халтуришь, не лукавишь, и что ты относишься к этому по-настоящему открыто и искренне. Тогда это может приносить вот такие плоды. Не знаю, мы как-то заходим на территорию метафизики, но при всем при этом, если ты осмысляешь профессию, то это важно. Да, да, ну я думаю, что это больше, ну знаете, для меня, я немножко в таких более простых категориях, но каждый новый человек, он действительно кладезь знаний, иногда даже не тех, которые, как сказать, которые кажутся, ну очевидным, из него нужно взять. Потому что тот же Александр, он, во-первых, ну там, он один раз назвал одно имя, и я просто его погуглил, ну, есть такой человек, на котором он ориентируется, когда ведет видеоблог, но, там, его имя Гарри Вайнерчук, он такой достаточно популярный человек, вот, ну, это очень много, что изменило, то есть, не то, что изменило мою жизнь, но вот это вот создание блога и так далее, это все видеоблога, который, в общем-то, ну, у меня, ну, сейчас мне приходят люди, понимаете, я как этот, как, знаете, когда в школе что-то не выучил, и мне приходят люди, и сами приходят, и просят консультации, о том, как вести свой нишевый видеоблог у нас в стране. Я понимаю, что вы занимаетесь этим, ну, в Казахстане, как бы, первый и главный на этой территории, во всяком случае, в том, что касается... Видеоблогов? Сирийный продюсер, это, это, как бы, главный голос, да, на этой территории? Я, мне трудно назвать, мне кажется, что он не главный, он просто, он, как сказать, может быть, один из единственных, скажем так, если не брать только какие-нибудь СМИ. Я не могу назвать его главным, потому что, возможно, его не все смотрят, да, из тех, кто должен, но я, я по итогам года вижу, что у меня там, условно говоря, половина тех людей, которых мне были нужны, именно в Казахстане, они есть, и они, по крайней мере, знают о том, что он есть, и, ну, и те спики, которые я приглашаю в Казахстане, у меня нету, там, один-два человека, которые не могут просто прийти, вот, но это не потому, что я такой один из лучших, просто я пока, ну, один, скажем так, вот. Это, это на самом деле, так вот, на первый взгляд кажется, что это легко, потому что нет конкурентов, а на самом деле, это сложно, потому что нет конкурентов, потому что ты все время, как бы, каждый следующий твой шаг, это шаг в неизвестность, потому что ты не можешь посмотреть ни у кого другого, ты все это, вот, вот только, только ты один это делаешь, и в этом есть кусок работы. Ну, так вот, если возвращаться, то есть приходят люди из других отраслей, их спрашивают, вот, ну, как ты думаешь, что мне нужно делать, и я начинаю рассказывать. Я, во-первых, начинаю, и я тут понимаю, что где-то, ну, Александр, честно говоря, немножко двоечник, потому что я, знаете, очень занятый, как бы, человек, который учится в стационарном мастерстве, но по ходу пытается решить какие-то свои продюсерские вопросы, там, и так далее. Вот, и я понимаю, что вот здесь вот, я пропустил у Александра, вот это не надо было делать, но сейчас я другому человеку, который даже не сценарист, я ему это говорю, я ему говорю, ты должен сделать сайт, да, то, что я сам не доделывал у Александра на курсе, ты должен сделать сайт, там, со своим именем, почему, и так далее, я все вспоминаю, что он мне говорил, я рассказываю ему, а это, по идее, человек вообще далекий от кинопроизводства, от сериалов, от сценариев, все, этот человек занимается другим бизнесом, но я ему это рассказываю, я ему рассказываю все три книжки этого Гарри Войнарчука, которые мне тоже дала Александра, ну, то есть, вот эта цепочка, мне кажется, чем, ну, вот, не знаю, то, что у нас такой, вроде бы, мир с огромным количеством информации, но люди... А тут очень важный момент, информация и знания, это разные вещи, вот информации становится все больше и больше, и я уверена, что вы тоже это ощущаете, я это чувствую все чаще и чаще, что я, наоборот, хочу от нее оградиться, и запрос на знания все время есть, и запрос на хороший, такой внятный, обдуманный контент, он все время есть, и он вечный, и, 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 и как бы, эти вещи, несмотря на то, что параллельны, они не равны друг другу, поэтому это, это, информации много, да, но тут получается, видите, человек, получается, все еще остался проводником, все еще, как бы, вроде бы, прочитать быстрее, чем послушать, да, но с другой стороны, ну, кто-то, тот, кто это говорит, тот, как это говорить, в каком контексте, как-то это может быть, вы знаете, может быть, было 10 сигналов мне, а я услышал только один, там, от Александра, хотя он ничего не сказал об этом, он сказал, я делаю свой видеоблог, как этот человек, и я почему-то решил посмотреть, что это за человек, понимаете, то есть он не сказал, это потрясающий там, ну там, то есть не разрекламировал даже его, я решил посмотреть, а что он имеет в виду, про какого чувака он говорит, я залез, раскрыл там, и у меня недавно мой брат, который стал интересоваться, вот, как его зовут, самый известный спикер, бизнес-спикер, знаете, имена сейчас говорят. Тони Роббинс, что ли? Да, 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 он стал увлекаться Тони Роббинсом, и я перебил Тони Роббинса, потому что он прочитал одну книжку, я дал ему, а он почитает этого чувака, и Тони Роббинс, короче, был повержен, потому что, ну вот этот Гарри Вайнерчук победил Тони Роббинса в общей свадке в голове этого человека. А вы замечаете, да, вот эту разницу между распиаренными людьми и теми, кто действительно дает ценные знания, да, то есть всегда аудитория у первых будет в разы больше, а знаний у вторых будет в сто раз больше. И вот это вот, вот этот, как бы парадокс, может быть, это даже не парадокс, это можно объяснить, но у меня вот все время это на виду, и я все время, поскольку я стараюсь приглашать людей из второй категории, да, то я все время вот этот вот отсев и все время этот анализ провожу, и не устаю убеждаться вот в этом правиле, потому что то, что раскручено, школы с большими вывесками, у меня, я, я боюсь вам даже подсчитать, сколько раз я слышала от студентов фразу приблизительно такую, что я вот за этот мастер-класс узнала больше, чем я узнала или узнала там за полгода или за пять лет обучения где-то, понимаете, и это, ну, это такие слова, которые, которые, если ты слышишь, то ты уже не можешь к этому относиться равнодушно, это много значит, это очень много меняет, даже, даже в рамках одного человека это очень значимая вещь. Марина, вы знаете, у меня, у меня есть на это тоже такой, как бы, опыт и размышления, если мы говорим о чем-то ярком, например, харизматичном, но о пустом, ну, либо это не о пустом, а такое, больше эмоции или мотивация, например, да, и, например, настоящее знание. Мне кажется, вот я был два года назад, да, на утреннем шоу Меган Келли, по-моему, да, вот так. Да, я знаю ее, она очень крутая тетка, да. Да, и, знаете, я там был вместе, ну, сидел вместе с публикой, да, смотрел, как устроено шоу, ну, то есть, у меня там свои, да, как со своими целями, и я был поражен просто, ну, во-первых, двумя вещами. Вот эти люди, которых готовят, то есть, у нас, знаете, у нас загоняют людей там, как сказать, которые сидят, да, массовка, как бы, да, а здесь эти люди, они приезжают со всех штатов, да, они там специально с утра стоят в очереди, покупают, и их на протяжении всего этого времени веселят, то есть, там приходят люди, с ними разговаривают, откуда вы там, в Северной Каролине, расскажите там про это, и так далее. В общем, ну, и публика поэтому, когда мы удивляемся, почему так встречают, во-первых, это звезд, во-вторых, они все уже весело настроены, но это одно, это понятные технологии, и так далее, перерыви, с ними тоже разговаривают, кто-то развлекает, и так далее, но это одно. Когда, в общем, шоу закончилось утреннее, и Меган Келли, она осталась, и она, ну, с моим даже плохим знанием языка, и тут началось настоящее шоу, все, камеры погасли, и она стала говорить с нами, вот с публикой, ну, я не говорил, но с публикой, которая, и, во-первых, это было гораздо лучше, чем то, что снимали, это было просто какое-то вот стендап-шоу, она шутила, все смеялись, но, самое удивительное, то, о чем я, к чему я веду, люди, которые были вокруг меня, это были неподставные точно люди, да, это были вот этот чувак, в кречатые рубашки, как будто бы, как водитель грузовика, вот здесь была африканка, вот как из фильмов про Эдди Мерфи, да, то есть она откуда-то, я бы из какого-то штата, такая вот, ну, чуть ли не с бегудями, знаете, ну, то есть все эти люди, когда общались с ней, когда давали микрофоны им, ну, по, как сказать, по экспрессии, либо по эмоциям, либо по каким-то навыкам, они вполне могли бы работать, вот если бы в нашем обществе, они могли бы работать тамадой, я не знаю, там, как-то аниматорами, то есть они все говорили, ну, так, что было интересно, шутили, отшучивали, даже люди в образе, вот этот водитель грузовика, он был как будто бы хмурый, то есть если бы я с ними два часа не находился там, вот по всем этим, вы бы говоря, подготовке, да, я бы подумал, что это все подстава, просто подставные актеры, которые все это делают ради кого только, ради меня, я не знаю, ну, я к чему говорю, к тому, что, возможно, люди, которые просто овладеют этими навыками, когда они могут интересно рассказывать, ну, в смысле, всем тем людям, у которых есть эти знания, если, если они овладеют навыками, интересно рассказывать, то, ну, в том числе, там, в какой-то степени стори-теллингу, ну, в нашем деле они все владеют стори-теллингом, да, понятно, и в медийном, то есть они все немножко спикеры, но чем больше это будет распространено, тем больше будет, ну, мне кажется, вылезут те люди, которых еще более глубинные знания, интересные, но, но которые могут быть спикерами, да, то есть, я вот, например, как в английском языке, да, только за счет наглости разговариваю в других странах, не за счет знания, а за счет наглости, по сути, я и даже и так спикер, там, вот здесь, или где-то еще у вас на семинаре, тоже в какой-то степень за счет какой-то, ну, ну, бога, не сильно стеснительности, скажем так, потому что косноязычность там и так далее, то есть, мне кажется, вот обладая вот этими навыками, еще есть целый пласт людей, которые могут нам что-то интересное рассказать. Я соглашусь и добавлю, что еще очень важна среда. Да, конечно. Вот среда, то есть, когда ты понимаешь, что ты на той площадке, где тебе, где, где ты на своем месте, где тебе никто не, ну, как бы, где ты не просто там приглашенный для массовки, а где ты на своем месте, это многое меняет. Когда ты понимаешь, что, как бы это сказать, что ты не, что все эти люди тоже одинаково относятся к профессии, которой ты занимаешься, это тоже многое меняет. Когда мы умеем, что на самом деле, мне кажется, очень большой проблемой, во всяком случае, ну, как бы, в среде украинских журналистов, это прям я утверждаю, что люди очень раздробленные, закапсулированные, как-то написав один проект, не считают нужным познакомиться с десятком групп, которые пишут другие проекты. Это, кроме того, что они лишают себя вот именно вот этого ощущения среды, это делает еще продюсеров и заказчиков телеканалов гораздо сильнее, чем должно бы быть, потому что, если сценаристы не знакомы между собой, если они не дружат между собой, если они не отстаивают свои интересы сообща, то это они делают заказ телеканалов и позицию продюсеров какой-то просто, ну, подавляющей, монолитной, потому что принято так говорить, что такой заказ, ну, так каналы другого они не покупают. Это так, но у этого положения есть причины, и эти причины в сценаристах, так вот, вот это адекватная коммуникация, адекватная себя, открытость, готовность, как бы, не просто, понимаете, не просто там получить гонорар и почувствовать себя счастливым, нет. Мне кажется, что тут очень много вещей, которые связаны с отношением к профессии в целом. Если ты понимаешь, ты работаешь сценаристом, ну, скажем, не будем говорить слово навсегда, но ты понимаешь, что ты посвятишь этому очень приличный кусок своей жизни, то ты заинтересован в том, чтобы чтобы эта профессия как бы укреплялась, то есть ты относишься к ней именно как к профессии, не как к разовому занятию, не как к разовому гонорару, а ты относишься к ней как к профессии, это многое меняет, и тогда в этот момент становится нужным контакт с другими сценаристами раз, с людьми, которые приезжают делиться опытом, рассказывать о том, как у них два, с курсами три, и большой процесс рождается из другого процесса, да, вот эти вещи тянут за собой грандиозные последствия, которые ты изначально не можешь даже предположить и их просчитать. Я в принципе это очень хорошо понимаю, потому что мы немножко находимся на другом этапе, мне бы просто вообще всех сценаристов увидеть в казахстанских, и как бы хотя бы они понимали, что это за люди вообще, да, то есть, например, на вашем семинаре, что очень круто, я в принципе для себя увидел людей, да, я работаю с несколькими, вот, но мы записывали Zoom как раз вот со сценаристами, вот с Настей, с Романом Мудановым и Светланой Кострыкиной, которые, в принципе, придумали этот проект, я тогда им говорил, по сути, так как этот проект, он делался вообще без каких-то там, там были какие-то вложения, но они были небольшие, все это были какие-то административные расходы, весь проект делался на энтузиазме, так вот, смотрите, если мы убираем всю эту штуку, ну, кто здесь продюсер, ну, вот мы с Андреем, да, были, ну, вы здесь главные, вы придумали этот проект, вы знаете, как это будет, и они там сами делились, я говорила, никогда не занимались кастингом, например, да, то есть, ну, я говорил, вы и есть те люди, чей-то проект, с одной стороны, это ваша ответственность, просто мы в миниатюре в этом веб-сериале, понятно, который, ну, там, по качеству он там, он сделан для веба, да, но в миниатюре вы увидели то, что ценность, ну, по сути, никакой Николай Пак вам, по большому счету, грубо говоря, ну, не то, что не нужен, ну, будет Николай Пак, еще кто-нибудь из Казахстана, понятное дело, что все классно, все энтузиасты, и так далее, но кто самый главный здесь, кто здесь самый главный, даже не, даже не Витя Сухоблуз, понимаете, вы из Казахстана. Хотя мы тут талантливы, Витя, мы подчеркиваем, что ты очень талантливый. Да, но этот проект, он ваш, то есть, по сути, вот в миниатюре, они почувствовали, что такое, по идее, какое влияние они оказывают, потому что они меняют, не меняют, утверждают, не утверждают, ну, поэтому мы только были помощниками. В начале я говорила о том, что для меня так или иначе все связано со словом, да, я очень, на самом деле, я признаться вам вообще впервые такие вещи говорю вслух, никому, даже ни из преподавателей, ни из студентов, я такие вещи не говорю, потому что я не хотела бы, чтобы в этом была какая-то такая излишний налет мистицизма. На самом деле, в этом его нет, я просто очень, я видела такое количество тысяч и миллионов примеров, где одно слово и даже коннотация этого слова была значимой, что, ну, как бы, моя биография такая, да, поэтому я к этому отношусь по-своему, только так, как могу относиться. Так вот, если мы говорим о сценаристах, как о профессии, еще раз, то, сейчас будет очень смелое заявление, и тем не менее, сценарист — это человек, который творит миры, ровно так же, как и писатель, ровно так же, как и хороший драматург. Сценарист — это человек, который творит мир. Это не на первом плане в этом во всем процессе, и тем не менее, этот план есть. Если ты в нем честен и ответственен, то произойдут вещи, которые, ну, которые, с одной стороны, должны произойти, а с другой стороны, ты не можешь, ты не можешь их, как бы, запрограммировать, да, заказать. Но вот, вот это все, то, о чем вы сказали, да, что получилось так, это потому, что, вот, потому что, потому что этот процесс, он именно такой. Вот они, если ты его выносил, если оно для тебя живое, настоящее, то оно и сотворит свой мир. Оно, оно работает только так. Ну, я, вы знаете, если мы более прагматичны, мне кажется, сценарист, который, ну, он творил, во-первых, он создает этот мир, действительно, да, но если прагматично, сейчас пришло его время, потому что, до этого, были в ходу больше не мир, скажем так, мир, он был нужен, но была нужна, понятное дело, что история, да, но как эта история рассказана, скажем так, и поэтому режиссеры имели большее значение, чем сценаристы. Ну, то есть, как рассказывают эту историю, и поэтому в старой парадигме, поэтому что-то там режиссер всегда, либо спасал сценарий, либо улучшал, то есть все успехи режиссеру, да, сценариста только сейчас, по сути, выходит на передний план, но кино, ну, мы же понимаем, что это там структура, которая, ну, жанровое кино, ладно, не авторское, это все равно структура, одна единственная, живущая там больше 100 лет, да, скажем так, а с приходом сериалов появился запрос, то есть, ну, условно, как сюжеты, как уже во всех книжках, их, как сказать, ограниченное количество, да, героев, ну, героев не ограниченное, но все равно этих историй, плюс-минус, они уже все более-менее перебраны, да, скажем так, да, а теперь пришли сериалы, в которых тоже важна история, все важно на персонажи, персонажи очень важны, еще больше, чем раньше, но самое главное, это мир, который ты придумываешь, а миры могут быть, они не конечны, скажем так, то есть мир, который ты придумаешь, это будет мир муравья, который вот сейчас у нас, не знаю, под плинтусом, или же вот мир наш, который мы с вами разговариваем, это могут быть одни и те же люди, но разные миры, и пришло время сценаристов, творцов миров, потому что, потому что они создают, то есть, насколько, насколько этот Лондон был именно таким, как показывают в Острых Козырьках, это просто один мир, в этом же Лондоне, в это же время, про этих же бандитов, может быть придуман другой сериал, это будет другой мир, он не обязательно будет, как с Острыми Козырьками, пересекаться, но у людей запрос на мир, потому что они в этом сериале находятся, они хотят это ощущать, да, и где-то даже, ну, люди, может быть, не хотят выходить из этих миров, потому что, вот этот фильм, «Большая маленькая ложь», этот мир меня как-то жутко, честно говоря, пугал, ну, немножко пугал меня он, он был какой-то, но он был по-своему всего-то притягателен, да, потому что ты, ну, понятно, что персонажи, как часть мира, и я понимал, что эта история конечна, то есть, она закончится, и не будет никаких там, как Игры Престолов, несколько лет, возвращаться мы вот в этот город, в школу, но мне не хотелось, чтобы он, то есть, мне не хотелось, чтобы этот мир закончился, история-то, понятно, она закончилась, все, вот, и поэтому, мне кажется, сейчас об этом понятно все говорят, но не только потому, что золотое время телевидения, которое, ну, осуществляется, благодаря там стримингу, либо еще каким-то кабельным, там, и так далее, но еще потому, потому что, ну, потому что сценаристы, которые создают мир, ну, который, ну, скажем так, побеждает других сценаристов, конечно, там есть какая-то внутренняя конкуренция, но сейчас пришло их время, если ты придумал этот мир, то, как у тебя нет границ, и мы видим, в том числе, это опять-таки прагматично, это видно в деньгах, потому что создатели «Игры престолов» и могут платить там сколько там, 300 миллионов долларов за 5 лет, ни один режиссер не может сделать такой скачок в гонорарах, понимаете, самый гениальный, он не может, условно говоря, я не знаю, какие-то могут быть цифры, миллион за проект получать, а потом зарабатывать 100 миллионов сразу. А сценаристы могут, все, они, для них нету как бы предела, да, то есть для них предел только вот количество денег, которые, то есть они оказывают такое влияние на это все, что им могут платить 300 миллионов, хоть сколько, хоть сколько там зарабатывают, столько и будут платить этим людям, которые, вы бы говоря, главные. Но... Надо понимать, что запрос на вот этот, на этот контент, он будет только расти. То есть запрос на хорошую, интересную историю, оригинальную историю, другую, где, как бы, где шаблоны вдруг, как бы отпали, все стало перпендикулярно привычному видению, этот запрос будет только, только увеличиваться. Поэтому то, что сценаристика, это профессия будущего, это вообще как бы... Ну вот, видите, разговор о том, когда вы говорите, что все немножко обособляются, и скажем так, это такое мясничковые успехи. Я нахожусь, скажем так, на таком рынке, в котором... Ну, вы знаете, мы смотрим Netflix, и мы не можем этого не чувствовать, потому что мы не создаем сериалы Netflix, да? Мы, мало того, стоим, пока весь мир бежит, и поэтому, если в это время мы довольствуемся тем, например, ну, я могу там, что я там, не знаю, в какой-нибудь, вхожу в какой-нибудь топ-продюсеров, да, там, в Казахстане, если даже это так, хотя как такового нету никакого рейтинга, да? Ну, разве это то, как сказать, разве это достижение для того мира, частью которого ты считаешь себя? Этот мир, в котором есть, условно говоря, iPhone, есть Netflix, есть Elon Musk, который запускает на Марс, да, ну, там, запускает ракеты, которые возвращаются, если ты часть этого мира, то тогда, мне кажется, тяжело себя воспринимать очень серьезно, и твои достижения. Мне кажется, что с учетом того, что в творчестве, например, могут быть такие прыжки, понимаете, даже тот же Артем Битвиненко, он показал, что могут быть, может быть, индустрия вся не готова, но один человек может совершить какой-то прыжок качественный, да, на несколько уровней. в этом, ну, как сказать, это отрасль, в которой это возможно. Если ты видишь, что это возможно, а ты сам, грубо говоря, ну, что будешь говорить, ну, там, не важно. Причем, заметили, что для этого не нужно, я не знаю, там, закончить MBA, сворвать какие-то деньги из бюджета, там, или еще что-нибудь такое. Это вот абсолютно твоя личная реализация, вот, вот, в прямом смысле этого слова. Но я хочу вот немножко так как приободрить в этом смысле в таком смелом сравнении, потому что здорово, что есть Илон Маск и Netflix тоже, но даже быть ступенькой для большого процесса, который там рано или поздно, все равно рванет. И в Украине, и в Казахстане, всюду. Просто потому что закон сохранения энергии, он такой, она должна переходить из одной фазы в другую. то, ну, никто кроме вас этого не сделал, ровно так же, как и никто не сделал, кроме меня, того, что делаю я. И это в нашей картине мира, если мы сравниваем себя с гигантскими процессами, это капля в море, это да, но при всем при этом не было бы этой ступеньки, не произошло бы другого. поэтому тут... Да, да, но видите, Марин, тут больше не для того, чтобы, как сказать, это сравнение. Я говорю, не для того, чтобы, как сказать, как мало я сделаю и буду ли я настолько значим. Это сравнение тогда, когда ты считаешь, ну, что-то вроде, надо закрыться, и вот я теперь в этой стране самый, как бы, ну, какой-то, да, и тогда ты должен понять, если ты, вот все, что ты, ценность того, что... Или же тогда ты признаешь, что ты не в том мире, ты в мире, где, ну, ну, грубо говоря, вот мы и живем, вот так вот, все как-то, ну, как сказать, вот мы второслотная страна, условно говоря, да, или, я не знаю, там, вот мы никогда, ничего у нас не получится, ни у кого, и вот здесь, я лучше из худших, и тогда, ну, этот настрой, мне кажется, он, ну, такой неэффективный, скажем так. Да, это башня как бы и флоновой кости, да, то есть ты можешь либо, как бы, погородиться своими нынешними успехами, и, ну, и закончить на этом. Ну, тебе никто, ну, в конце концов, это же твоя жизнь, твое время, твои решения, имеешь право, хочешь так, пожалуйста, но если ты вдруг захочешь в какой-нибудь момент, если ты наберешься смелости, если ты как-то понаблюдаешь и решишь, ну, ладно, хорошо, я ничего не теряю, пойду-ка я еще, еще как, я вот на этого посмотрю человека, я об этом подумаю. Если вдруг ты захочешь это сделать, то благодаря усилиям других людей ты, может быть, попадешь в адекватную среду, которая уже будет создана, ты услышишь те слова, которые должны быть услышаны, им и что-то произойдет, поэтому все так или иначе движутся в направлении того, что историй, хороших историй, больших историй, сложных историй будет больше, они будут, они будут выпускаться в большем количестве, они будут просматриваться в большем количестве. запрос на контент, даже у меня, как у зрителя, не как у организатора, запрос на хороший контент, на хорошее кино и хороший сериал, у меня есть всегда, всегда. Только закончилось что-то одно, мне в ту же секунду хочется смотреть другое, не хуже. И вот только этот факт, один факт показывает, какой запрос на хороших сценаристов. Все, больше ничего не надо, никаких расчетов. Это сейчас говорят все, видите, не все действительно могут удовлетворить этот спрос, но если мы вот все-таки вернуться о том, чтобы первый парень на деревне, либо там, да, побороться в городе, для меня очень классным таким, как сказать, отрезвляющим фактором является, опять-таки, Украина или Киев. Когда я приезжаю, я начинаю общаться со всеми своими друзьями, знакомыми, а мы практически, то есть мы, ну там, я один практически не ем, в смысле получается, в Киеве, даже не завтракают, в последний раз мы с Алексеем Бонаревым завтракали там 8-9 утра. Вот, ну, я имею в виду, что, когда я приезжаю к вам, и я вижу, как люди, то есть, стремятся туда, да, а я стремлюсь пока к вам. Ну, то есть, я вижу, например, последний раз, когда я был и видел вот этот сериал «Прятки», да, рассказывали, когда, либо этот, «Копродакшен Чехия-Польша», каждый раз, когда я приезжаю, я понимаю, что, ну, как бы, нужно вертеть педали велосипеда еще сильнее, и поэтому нужно найти какие-то выходы, то есть, надо пытаться, потому что, именно, например, у вас для меня там ориентир, как бы, да, что мы должны дальше делать, а потом я вижу, что после вас нужно делать, ну, то, к чему, например, стремитесь вы. Я понимаю, что вы, в принципе, я со многими общаюсь, достаточно критично оцениваете свою индустрию, я это понимаю, но, видите ли, когда вы обсуждаете, насколько, например, хороши у нас сценаристы, я в этот момент думаю, где эти наши сценаристы, понимаете, ну, в смысле, ну, как бы, разные, как бы, вещи, в том числе, когда мы с вами обсуждали мой блог, когда есть вещи, достаточно, кажутся очевидными, но они, ну, то, о чем я говорил, да, в своем видеоблоге, но, это вещи, которые, вот, прямо сейчас, ну, как мне кажется, они более доступны и актуальны, понимаете, то есть, ну, не нужно говорить что-то, о чем-то очень сложном, да, в этот момент, на этом этапе, на нашем, вот, но, я хотел еще поговорить с вами, вот, об онлайн образовании, почему, потому что я недавно закончил еще один сценарный курс, который делал Good Story Media, если вы, они делали платформе, я забыл, Radio Nation, или как это называется, то есть, это, например, в России есть отдельные приложения, в которых можно разные курсы, есть там, Снегири студия делает, ну, вот, и, почему пошел на этот курс, потому что его как раз вели ребята, которые сделали Ольгу, сериал. Ага, очень классный сериал. Да, ну, вот в Good Story, как бы, крутые чуваки, которые, как раз таки, из сценаристов, они становятся там режиссерами, шоурайнерами, главными людьми, по сути, потому что, ну, то есть, потому что, они люди, которые это придумали, и придумали так, что это можно, воплощать, ну, то есть, сильно ничего не переделывая, скажем так, можно сказать, вообще ничего не переделывая, вот, и в отличие, например, от Молчанова, ну, просто если вам такая внутренняя информация, как сказать, клиентский опыт, у них есть методика, у них очень мало преподавания, скажем так, ну, то есть, у них очень, ну, то есть, это больше похоже на отбор, ну, то есть, на отбор, то есть, отбор сценаристов, у них там, в общем-то, они говорят, что возможность стажировки есть, попасть в good story, медиа, в принципе, это круто, да, даже на стажировку, вот, но у них есть методики, которым они пользуются, когда они пишут, они их рассказывают, и после этого они, как в армии, знаете, там, отбирают просто, ну, не отбирают, а все их задания, они больше, это не преподавание, а вот, как сказать, ну, не так, не так, не так, например, да, не так, потому что так должен быть, им уже все сказали, то есть, ну, в отличие от Молчанова, который более разжевывает, да, который, вот, и то, что я видел, скажем так, и у Молчанова, и у, вот, у этих ребят на курсе есть люди неподготовленные, скажем так, есть люди, которые, ну, может быть, и владеют словом, может быть, писали какие-то рассказы, может быть, были журналистами или филологами, либо считают, что у них интересный рассказ, и, в принципе, все нормально в том плане, что у Молчанова, они что получают, вот разговор о том, о котором вы говорите, они получают комьюнити, с одной стороны, у них, у него тоже дедлайны, разборы, и все такое, но они, то есть, я просто к тому, что вот поведение клиента, он в том числе покупает какую-то, ну, какую-то тусовку все равно, хоть онлайн, но это все равно тусовка, но это вот просто мои размышления, и получается, вот на этот последний курс, на этот отбор, пришли люди, у меня было ощущение, что тоже с таким, как бы, ну, с такими вот, как сказать, у которых нет базовых, там, каких-то еще странных школ, пройденных, либо какого-то опыта, ну, им было тяжело, мне кажется, и мне кажется, что они достаточно, ну, я не знаю, довольны ли они были все-таки продуктом, который они купили, но это большой вопрос, просто я говорю о том, что есть определенное количество клиентов, которые, ну, не то, что нельзя их назвать просто потусоваться, но они все-таки к каким-то жестким реалиям не готовы, скажем так, и которым нравится все равно учиться в процессе больше, не результат получая. Вы знаете, я должна сказать вам, вот по собственному опыту, мои наблюдения такие, значит, о каком бы курсе не шла речь, о каком бы преподавателе не шла речь, скажем, вот сейчас у меня, вот прям сейчас, да, на сайте можно там в любую секунду подключиться к онлайн-курсу Андрея Бабика, сериал своими руками, он посвящен исключительно тому, как делать сериал, вот на носу курс Лэси Волошин, вот сейчас проходит курс Громова, то есть какой-то набор моделей у меня накоплен, я должна вам сказать, что это история постоянная, когда к тебе люди приходят, то есть у аудитории есть всегда два запроса, вот можно ли на этот курс попасть человеку, можно ли я пойду на этот курс, если я никогда ничего не писала, этот вопрос будет железно, и их будет много. И второй вопрос, я уже писала, но я чувствую, что мне надо расти, вот этот курс, который вы предлагаете, он для меня или нет? Эта история не связана с онлайном, она ровно так же, она дублируется на оффлайне ровно так же, это просто про то, что одновременно в среде есть эти запросы всегда, и они всегда одновременно, поэтому ответить как бы так всем людям одномоментно ты не можешь. У меня было энное количество случаев, когда я убеждала людей на курс не идти, то есть это вот точно не для вас, ни вы не получите удовольствие, ни преподаватель не получит удовольствие, у меня будет ощущение, что я как бы вас обоих принудила, это никому не надо. Сейчас есть возможность, вот в ближайшем курсе Lace Evolution, он так и будет называться, сценарий с самого начала, это, мне кажется, удобная опция, особенно если мы говорим про онлайн формат, потому что до сих пор мы, конечно, были ограничены Киевом в основном, то есть наши студенты были преимущественно из Киева за редким-редким исключением. А теперь, поскольку ситуация изменилась принципиально, мы работаем в Zoom, и это стало доступным людям из других городов, я понимаю, что этот запрос вот на разные уровни, он как бы умножается кратно, поэтому курс продуман таким образом, что в нем есть три модуля, и человек, мы прям подробно написали, для кого первый модуль, для кого второй и третий, для того, чтобы человек мог сориентироваться. И если человек чувствует в себя какой-то потенциал и хочет начать писать, то ему стоит начать с первого модуля, если человек ищет уже такую работу, которая бы его, как хорошая физическая нагрузка, привела бы в форму, или что-то от него хотела большое, то тогда для него второй и третий. Мне кажется, что это достаточно удобно продумано, потому что они равны по продолжительности, они равны по стоимости, они достаточно интенсивны, и они доступны в наше время, немаловажный момент с карантином. Впрочем, они доступны по цене, то есть это можно отселить, работающий человек может доселить все три модуля. А сколько стоит один модуль? В гривнах он стоит 6 тысяч гривен, один модуль, сейчас я скажу, что это 200 евро. 200 евро, да. Это 200 евро. Мне кажется, что человек, имеющий какой-то источник дохода, может при упорстве осилить все три, или выбрать для себя что-то, что ему ближе по уровню подобности. это такой момент, который я готова предложить в ближайшее какое-то время. Надо сказать, что вот эта цена, и вообще, наверное, так будет какое-то время ближайшее, что это очень доступная цена, таких не было. У меня так точно. Сколько занятий? Сколько занятий в одном модуле? 12 занятий, полтора, два часа, дважды в неделю. Это такой достаточно интенсивный курс. Что в нем важно? В нем важно, что, и почему, мне кажется, такой ритм и график оправдан. В нем важно, что его читает человек, у которого этот багаж знаний накоплен, систематизирован и используется. Потому что Лесси — это человек, который написал просто гигантское количество сериалов для Украины, для России, для Казахстана. И это тот человек, который вот говорит, вот, вот так вот, вот сделайте так, и вот у вас эту заявку примут или ваш сериал примут. То есть отсеян, отсеян большой, большой фрагмент такой теоретической, возможной информации. Вот Лесси конкретно делится знаниями своими. И мы попытались, у нас был опыт по мелодраме. Этот курс был посвящен только мелодраме. Мы вникали очень... Марина? Сейчас, минутку, Марина. Марин? Так, Марина. У нас... какие-то проблемы. Так. У нас с Лессей в начале этого года, в начале 20-го года был оффлайн-курс, он был посвящен мелодраме исключительно. Мы очень глубоко погружались в героев, в ситуации, в конфликты, в развитие, в арку и так далее. И по отзывам всех без исключения участников курса, это было очень плотно, очень полезно, очень структурировало их мышление и подход к этой теме вообще. Потому что все было на живом примере. Они писали параллельно тоже. И не было лишней такой теоретической информации. Не то, чтобы лишней. Нет, вычеркиваю это слово. Но поток теоретической информации, который как бы можно использовать, а можно поступить по-другому, вот этого не было. Поэтому интенсивность была высокой. Еще что важно, мне кажется, что если вы... А такой процент студентов есть всегда, он есть на курсах, он есть в мастер-классах разовый, и это нормально. Есть люди, которые думают, а не попробовать ли мне стать сценаристом? Таких людей много. А вдруг? Вот человек начинает отходить и думает, нет, не попробовать. И вот когда у вас есть возможность поучаствовать как бы дозированно, да, вот в относительно коротком, не будем говорить так, ну, в сколько там, шестинедельном курсе, то вы точно за этот период поймете, ваше это или не ваше. И если не ваше, значит, что курс выполнил свою функцию. У вас есть ответ. И вы дальше не тратите деньги и не тратите время. А занимаетесь тем, что по-другому с вами работает и в другом направлении вас ведет. И это хорошо. И это хорошо. Потому что у курса нет задачи как бы сказать, вы все такие талантливые, прекрасные, приходите к нам завтра еще на все курсы, на наши приходите. Это как с детьми это тоже оказывать медвежью услугу. Да, да. Тут это честный разговор взрослых людей, которые осознают, что они занимаются профессией. они не просто проводят здесь время хорошо. Они занимаются профессией, это имеет большое значение, это сложная вещь. Поэтому... Мне кажется, интересно то, что Леси практикующие не просто сценарист, а практикующие руководители сценарной группы, и она своим же сценаристом, по сути, ну, которые тоже в разной степени готовы, она им преподает. Все это она рассказывала, да, миллион раз, и еще раз, и еще будет рассказывать миллион раз. Да, да, да. Я думаю, ей придется еще рассказывать, мы с Лесей работаем тоже, и мне кажется, еще, в общем-то, вызов для тех людей, кто даже имеет опыт, мне кажется, это был бы вызов попасть к ней в группу, потому что мы уже в предыдущем нашем разговоре с ней, с Лесей, говорили о том, что если кто-то попадет, например, к вам из Казахстана, и он покажет какие-то свои задатки, то условно говоря, мы как компания, мы готовы, я не знаю, что сделать, нужно какие-то меры для поддержки казахстанских сценаристов, но это что значит? Не то, что мы ему машину купим, да, это значит, что, например, будем, не знаю, говорить о том, что давайте, пускай, не знаю, какая-то стажировка будет в ее уже практикующем сценарной группе, мне кажется, это был бы вызов для тех людей, кто даже уже считает, что он, ну, как сказать, что уже что-то знает, потому что реалии индустрии, по крайней мере, наши таковы, что, по сути, например, нам не нужен один сценарист, нам нужна сценарная группа, которая быстро, профессионально сможет написать сериал, ну, например, когда мы будем ждать одного сценариста, мы заказы все пропустим, да, и поэтому нам нужна сценарная группа, если бы, например, идеально было бы, если бы в ее группу попали бы еще и наши, которые могли что-то перенести туда, да, из Казахстана, то это было бы вообще, то есть, по сути, для меня это было бы самое идеальное решение, и поэтому, конечно, я бы, если из тех, кто сомневается, кто смотрит сейчас это видео, или смотрит, я знаю, что в основном из Казахстана, если брать, то меня смотрят в основном те, кто хотят быть, ну, в основном, конечно, у нас очень много режиссерами, но есть те, которые присылают мне заявки, это люди, которые хотят быть сценаристами, поэтому, если бы, если бы все совпало так, что вы прошли бы этот курс, и, Леси увидела у вас какой-то потенциал, то, так, чисто по-казахски, мы бы, мы бы сделали бы что-нибудь, чтобы, как бы, как сказать, чтобы вы продолжали учиться в том плане практиковаться, это для меня, например, очень важно, это я считаю одной из своих миссий, скажем так. Вы знаете, на самом деле, это вообще как-то быть у Леси на глазах и перенимать вот Леси опыт, это, это большой шаг, в принципе, к практическому, практической работе, потому что авторы нужны Леси, потому что авторы нужны вам, у всех, у всех, у всех, у всех, можно заработать реальные деньги. Да, и тут история в том, что, как бы, все заинтересованы в том, чтобы одновременно у них вертелось много веретен, да, то есть все, чтобы все авторы были загружены, что можно, тогда можно взять этот проект, этот проект, этот проект, и вот это все, вот оно близко, потому что Леси есть тот человек, который здесь прочитает курс, повернет голову там налево и тут же поговорит со всеми заказчиками, сами, эти задачи нужно распределить, поэтому это, ну, как бы, не шутки. Да, конечно, ну, скажем так. Не каждый преподаватель может, может, ну, не каждый преподаватель такой. Да, ну, это, то есть, это человек, который, как бы, если брать так, как аллегорию, либо метафору, я не знаю там, или пример, ну, то есть человек, который приходит в университет, например, в политехнический, а он все равно, ну, главный инженер единственного в городе завода, скажем так. То есть, он преподает, потом те, кто к нему выходит, то есть, он берет их себе, потому что, понятно, если ты человек, который получает заказы в Украине и в Казахстане, скажем так, если брать только сценарные, то есть, если не брать продюсеров, то по сути, она раздает, ну, в Казахстане достаточно большая ее рынка забирает, проходит через нее, не будем принижать ее способности, но не только потому, что она классно пишет, потому что она, в принципе, эффективный руководитель сценарной группы, то есть, у нее 25 человек, когда максимальный какой-то объем, то есть, потому что она эффективный руководитель группы, по большому счету, когда я как продюсер с ней работаю, я, в общем-то, не плачу только за ее идеи, я плачу за то, что она это сделает в срок, я не буду заморачиваться со сценаристами, понимать их проблемы, пускай она их понимает, да, если что-то криво, она пускай это вылавливает, ну, я как могу ей объясню, она, это ее задача меня понять, да, там, ну, в том числе, и защищать идеи сценариста передо мной, ну, то есть, когда она спорит, она может переведить меня, Кубека, не знаю, со всеми остальными продюсерами, там есть, я не говорю, что это какое-то, знаете, только одностороннее, потому что мы понимаем, что у нее есть экспертиза, и мы понимаем, что эти люди, которые пишут эти сценарии, они, ну, у нее, у нее водки. Я должна тут добавить еще, что у нас на самом таком высоком, на третьем модуле есть отдельная тема, которая посвящена этому, потому что, понимаете, вот, как бы, уметь десятилетиями держать план на рынке, не терять заказы, пережить кризисы, пережить, ну, как бы, вообще, ну, все, что человек в течение, там, десятилетий должен встретить на своем творческом пути, это все, Лыся, прошла. Так вот, Лыся, как женщина внимательная, практичная, которая не может себе позволить, учитывая, что у нее тоже много авторов, которая не может себе позволить просто, ну, как бы, разбрасываться проектами, да, и которая, это часть ее работы, она должна эффективно проводить переговоры с продюсерами, с каналами, и с прочим. Так вот, у нас есть несколько тем, которые посвящены именно этой коммуникации с продюсерами, и это критично важно для тех сценаристов, чей запрос уже не только там научиться писать и разобраться, кто такой там герой, а кто такой второстепенный персонаж, но которые готовы к тому, чтобы все-таки на рынке закрепляться, которые не только про себя, но уже как бы про всю дальнейшую свою карьеру, поэтому этот момент, особенно ценный, он понятен, так скажем, мастерам, но его пропускать вот не стоит. Да, я согласен, я согласен, даже вот исходя из, вроде бы мы провели с вами целый мастер-класс, да, там два часа говорили, я рассказывал, как работать с Казахстаном, но мы и сейчас опять заново, ну, сделаем какой-нибудь материал, там видеоматериал, либо какую-то памятку, будем брифовать сценаристов, как это делать для нас, да, то есть, понятно, я не буду учить, как это делать в Украине, наоборот, как бы мне бы поучиться самому, а как это нужно для нас, есть своя специфика, в том числе, какие-то вопросы, если какие-то, ну, проекты у нас будут в работе, я хотел бы тоже про некоторые вопросы какие-то предупредить, знаете, там, ну, как бы, как можно больше дать информацию, чтобы потом было как можно меньше недоразумений, скажем, вот, ну, да, я думаю, этому действительно надо учиться, и, вот, благодаря вашему проекту, вот у меня какая-то, знаете, после этого семинара какая-то появилась связь со всеми ребятами, ну, там не только ребята, там были, женщины, которые даже старше меня, со всеми, кто пришел на этот семинар, и, ну, вот как-то хочется, чтобы эта, как бы, связь продолжалась, поэтому я, например, у вас, эмоционально, например, я у вас прекрасно понимаю, когда вы делаете мероприятие за мероприятием, и там есть определенная аудитория, которая вам доверяет, которая, для которой вы организовываете такое интерпренерство, скажем так, в определенной такой индустрии, ну, и классно, что вы этим занимаетесь, мне вот всегда было это интересно, потому что мне это было интересно не в плане этим заниматься, понятное дело, что это слишком другое, но мне было интересно, как это все, как сказать, работает, я надеюсь, у нас еще будут какие-то наши, какие-то записи, видеоэфиры, я буду этому очень рада, я думаю, что мы бы еще, может быть, в следующий раз вообще только с бизнесовой точки зрения поговорили об этом, потому что вот на меня это произвело впечатление, потому что, когда они позвонили, сказали, может быть, вот так, или написали, я не помню, но для меня это было как вообще, вот, в моем устройстве, да, это, как сказать, как бы ты ни был открыт, но всегда есть что-то новое, да, в моем каком-то устройстве, вот, в таком, то есть, непонимание, каким образом это может быть, каким образом могут прийти люди, заплатить деньги, для того, чтобы послушать то, что я, условно говоря, скажу. Но это было тогда. Сейчас я хожу, сейчас на меня это был опыт, я хожу и понимаю, что есть знания почти очень многих людей, есть знания, за которые люди, и я сам, я сам, когда занимался, я занимался несколькими бизнесами, начинал, я сам платил людям деньги за эти знания, а это не академические знания, не полные, они начинаются не с сада, а я, это не курс лекций даже. Ты просто приходишь, хочешь зайти на рынок, тебе нужны носители информации и знаний. И ты идешь, ты с этими людьми разговариваешь и пытаешься хоть что-то поймать, то есть хоть что-то получить, ну, об этом, например, рынке, там, о бизнесе. И, ну, вот, спасибо вам, вашему проекту, спасибо, что вы тогда пригласили меня, потому что это очень сильно на меня повлияло, понимаете, то есть мне казалось, что я, в общем-то, все знаю, как все устроено, ну, как-то вот я думал, люди сами придут, заплатят деньги, соберутся, ну, такой классный фидбэк по энергии, я как-то вот, и нам надо было быстрее уже в аэропорт ехать, и я как-то, я понимал, что, блин, это какая-то новая штука, которую я еще, как бы, должен, ну, как бы, осознать и понять. Оля, все впереди. Ну, тут еще, смотрите, вот люди приходят за знаниями, да, люди приходят за то, чтобы встретиться с первыми лицами, нетворкинг, да, тоже. Люди приходят, что тоже немаловажно, что может быть даже вообще причина номер один. Сценаристы, люди, которые, может быть, не всегда достаточно коммуницируют с реальным миром. И когда ты приходишь в аудиторию и видишь других людей, и вокруг тебя идет речь о чем-то, что вдруг засияло, засверкало немножко другими там тонами, это возможность как бы, ну, освежиться, вспомнить что-то, как-то заново включиться. Если спикер качественный, то это всегда такой заряд большой. И это, и это тоже очень ценно, потому что эта цена билета, ну, точно, как бы, точно меньше, чем значение, которое эта встреча там имеет дальше. В этом смысле, мне кажется, что вот профессиональные, вдумчивые разговоры на какую-то определенную тему, это прямо, ну, должно быть частью профессии, на мой взгляд. Да, да, я согласен полностью. Если даже это не может произойти в таких оффлайн-оффлайн-стречах, то, ну... Ну, значит, теперь онлайн, почему нет? Онлайн, либо коммуникация, там, благодаря блогам, либо что-то еще. То есть, в общем, это то, что называется быть открытым. На самом деле, сейчас даже стало лучше, потому что, ну, в некотором смысле, потому что, во-первых, мы не ограничены территорией. То есть, с нами могут работать, и мы можем работать с людьми из разных городов и стран. То есть, грубо говоря, все русскоязычное пространство априори, там уровни, вот у нас там соседняя Польша, в которой очень классная школа актерская и режиссерская. Вот просто вот одна из... Моя индустриальная по сериалам тоже очень мощная. Да, да. С Римантова, о которой вы уже упомянули, да, тогда они... Мы просматривали один формат, они говорили, мы вас свозим в Польшу, покажем, как это снимается вот с такой выработкой. Я говорю, а чего, в Польше уже так делают? Да, там уже давно... Делают, 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 да. И вот, как бы, теперь нам не нужно даже там билетом, грубо говоря, покупать, понимаете? Говоря уже об англоязычном пространстве, да, ну, все-таки какое-то количество людей доступным английским, никто же не требует там какого-то научного языка, да, доступным английским владеет. А если не владеет, то теперь в нынешних условиях чем больше будет таких лекций, тем больше потянется язык из-за одного еще. Поэтому в новой этой реальности есть такие плюсы, которые бы мы добровольно, если бы карантин нас не заставил, мы бы еще собирались и планировали 30 лет. А так раз, и все. И теперь уже будьте любезны. Так что все на самом деле хорошо, и, как бы, профессия шагает вперед какими-то просто гигантскими шагами. Вот просто семимирными. Тут главное успевать. Тут нельзя лежать на диване, бусы спадают на пол, и, как бы, ждешь, что завтра что-то наступает. Оно уже есть. Только ты чуть-чуть. Я для себя, я для себя прям четко формулирую. Видите, для меня, ну, и опять-таки, как предприниматель, я ставлю себе большую цель, и даже если я ее не достигнул, в этой попытке, грубо говоря, пройдет моя жизнь, что тоже не паников. Да. То есть я хочу, чтобы у меня был сериал на Netflix, чтобы я снял сериал на Netflix. Ну, я не один такой, я знаю. Но если даже, даже Netflix'а не будет уже к того времени, или что-то еще, но в этом, ну, как я считаю, правильном пути, да, даже если я буду пытаться и делать все, чтобы это случилось, ну, ничего страшного, в общем-то, не произойдет, потому что сам Путин тоже будет интересный. Оля, когда это произойдет, мы с вами встретимся, и вы подпишите мне афишу. Все, супер. Договорились? Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам. Марина, большое спасибо за этот разговор. Ну, мне кажется, он был очень интересный, по крайней мере, мне был очень интересен. Да, надеюсь. Вот. Я надеюсь тоже и нашим зрителям. Я сделаю ссылку в описании на курс, который начнется 11 июля, который ведет Лейси Волошин, наш постоянный автор, автор, руководитель сценарной группы, которая делает около 40 или 50 процентов всех сценариев сериала в Казахстане. Наверное, в Украине у нее цифры поменьше, но там список проектов у нее, как сказать, примерно одинаковый Украина, Россия, Казахстан. Я надеюсь, что у вашего проекта все получится и у этого курса. И надеюсь, на вашем курсе будут казахстанцы. Я буду за них очень сильно переживать. Вот. И надеюсь... Нет, мы не обидим. Мы будем не жить. Нет, нет. Главное, чтобы они, как бы, в смысле, выдержали все. Потому что, мне кажется, это профессия, в которой терпение и упорство это прямо чуть ли не основной какой-то, основная черта характера. Потому что, в принципе, ну, как на всех сценарных курсах говорят, и я считаю, что это правда, ну, как считаю, что я сам так делал, все правки, все неприятное, что там происходит на сценарных курсах, это еще цветочки по сравнению с тем, что произойдет в реальной жизни от настоящих редакторов, от таких же продюсеров, как я. Но с другой стороны, как мы уже обсудили вот в нашем этом разговоре, это профессия, которая, я говорю, которая может быть помножена на бесконечное количество раз. То есть, x сколько может быть в плане денег, в плане всего, славы, влияния на мир, чего угодно, интересности, жизни, энергии. Это профессия, которой нет сейчас предела, в отличие от, может быть, многих профессий. Да. Извините, пожалуйста, за это едкое замечание. Даже режиссеры отдыхают по сравнению с тем, у нас в Казахстане все хотят быть режиссерами. Даже режиссеры отдыхают по сравнению с тем, кем может быть сценарист в своем мире. Да, это правда. И, вы знаете, вот эта история как бы про алмаз. Чем больше давление сценарист выдерживает, тем лучше становится его качество. И это, кстати, эта вещь такая очень важная, ее многие подмечают, что если сценарист смирится с тем, что ограничение это часть его профессии, и начнет, ну, как-то просто вдохнет эту мысль и дальше начнет жить вот с этим пониманием, то, как ни странно, ограничения только подстегивают творчество. И чаще получаются истории даже лучше, чем когда он расслаблен и творит вот как бы вот все. Это вот один из парадоксов профессии, которые не самые очевидные, новичкам об этом неизвестно, а чем дальше, чем больше ты времени, лет, десятилетий этому посвятил, тем больше ты в этом убеждаешься. Я думаю, это вот какие-то ученые могут объяснить, какие-то когнитивные способности, есть барьеры, мозг активнее работает, как бы, ну, сейчас дать просто человеку сними, какую хочешь фильм, возможно, будет хуже, чем... Будет фигня, да. ...какими-то там студия, продюсеры, тут режиссер что-то хочет, а он все крутится, 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 в итоге получилось что-то очень крутое. Марин, большое спасибо за разговор. Спасибо вам, Коля, я была рада вас видеть и слышать, мне было приятно поговорить, мне кажется, что мы еще будем в течение года проводить разговор либо оффлайн, либо онлайн, я надеюсь все равно попасть, если не будет второй волны к вам в город, я по нему уже соскучился, и поэтому... Я буду, вы, пожалуйста, посигнальте, я буду рада вас в реальной жизни. Все, хорошо. Все, спасибо большое. Это был видеоблог, серийный продюсер, у нас в гостях была Марина Калавай, руководитель проекта «Сценарный» и организатор сценарных курсов, которые начнутся 11 июля, ссылка и описание проекта будет в нашем описании, либо в первом комментарии в зависимости от соцсетей. Ну, а так, всем пока, подписывайтесь, если вам это нужно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok